так мы в эфире давай включим хлеб выведем на экран степана и василия ждем степан василий давайте скажите привет мы вас видим уже и слышим ли и слышите ли вы нас доброе утро слышно я слышу степана василия нет отлично тогда давайте я начну прошу василия включить от сюда первый слайд хотелось бы действительно рассказать про то что мы в отличие от вендора работа с реальными и и мы видим конечно много специфического поэтому мы вынуждены стал кастомизации коробки и пожалуй даже чаще чем нам самим хотел поэтому я говорите то мы работаем в реальных так вообще что что угодно Честный программист тоже. Если перед собой весь исходный платформа, ему кажется, что сейчас всех победит. Это некоторые проблемы. И мы очень много раньше и сейчас отлучаем от своих книг. Давайте следующий слайд. Что важно? Самое главное, что у нас есть большая технология кастомизации. Мы можем делать и собственные вкладки в карточки. Спасибо, что количество кастомизаций в таких книг-мандальных больше и больше. Многие знают такое слово MontyPatch. Мы его отменяем у себя. Это перехват системных оверлогов для того, чтобы подменять дилоскрипт даже и чайку на твоей стороне. Это открывает огромные возможности кастомизации коробки. И в целом мы вступали в переписку с техподдержкой, которая была такая вообще. Вот это вот чё. Но в целом реакция позитивная. В общем, вендор попротив. Побежали дальше. При этом, конечно, есть проблемы. И проблемы в том, что мы не воспринимаем Питрекция, как портал Питрекция 24. Мы не воспринимаем Питрекция 24 как ну, серая системы просто. Мы воспринимаем его как проект Microsoft. Люди ставят как противный и софт и хотят им владеть полностью. Сделать очень много всего. И поэтому вот список проблем хотим, чтобы мне конец показал. Что надо сделать? Меня слышно в зуме? Проверим. У меня это большое. Да, коллеги, давайте проверим. У меня эхо большое. Да, есть проблема? Можно говорить. Да, но пока, коллеги, мы видим ваш фидбэк про звук. Мы делаем все, что возможно. Окей, это издержки текущей схемы нашего текущей реализации по онлайн-вещанию. Ничего страшного. Мы налаживаем прямо сейчас. Возможно, слышите, что мы в контакте со Степаном, с Василием. Я вижу, что пока можно подготовить какие-нибудь вопросы в части кастомизации, потому что еще раз Степан и Василий будут рассказывать о том, как они работают в реальности, как они интегрируют наш битрикс24, настраивают в реальности. То есть мы здесь красиво рассказываем о том, что мы выпустили. Позже и еще Станислав подключится на другом докладе. Он расскажет про автоматизацию. Там же еще и Степан снова тоже будет. Он тоже расскажет про то, как он еще автоматизирует. То есть сейчас будет говорить и вы можете уже подготовить какие-то вопросы по тому, как что, какой опыт у Степана и у Василия. Да, 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 да. Отслышно меня? Так, ну что? Да, да. Мы, Стас, мы могли бы протестировать звук. Спасибо. Мы это делали много раз. Я вам даю гарантию. Это реальность. Эфир такой, какой есть. Мы делаем все, чтобы звук вернуть. Вот вроде бы Машу, что вроде что-то получается или нет. Вроде бы что-то получается. Я жду команду, когда мне можно перестать болтать, заполнять паузу неловкими разговорами. и вижу, что Степу уже вывели. Ребят, что? Мне можно остановить? А что вы выключишь меня? Ричард, ребята, какие проблемы я вижу? В целом у нас есть несколько различных источников проблем. Это, конечно, самое главное, это проблема качества доработок. То есть то, что делаем мы сами, то, что делают другие партнеры, то, что делают клиенты в Bitrix24 как в очень сложном программном продукте, это большая проблема. У нас есть сложности с переиспользованием решений платформы. То есть если вендор выпустил что-то, далеко не факт, что мы сможем сделать то же самое. Проблема разницы окружений. На что только, ну вы знаете, наверняка, кто работает с коробкой, на что только Bitrix24 не устанавливают. Это может быть и пачка докеров, и штатное Bitrix окружение, и какие-то совершенно собственные решения, и в Амазоне, и на сервере под столом, везде. И растущая кодовая база. То есть любой проект, даже наш собственный, который мы с нуля дорабатываем, он имеет такое огромное наследие кода, которое написано до нас, что во время доклада Вадима и Дмитрия об этом задавали вопрос о документации, о переиспользовании, о наследовании. Вот это все в полный рост и у нас тоже. Следующий слайд, пожалуйста. Как мы вообще видим решение проблемы качества доработок. Еще раз я повторю, речь идет о том, что эти проблемы очень актуальны, когда мы переходим в коробочную версию, но на самом деле и в облачных редакциях тоже коды становится все больше, решения на внешних серверах, JS, очень много. Во-первых, конечно, обучение людей. Это постоянный подревью в пультуре разработки, интроспективы, анализ, обмен опытом. Статический анализ кода. Мы неоднократно делали в компании подход к этому снаряду. Статический анализ кода. У нас есть метрика, которая автоматически после каждого коммита пересчитывает актуальный показатель качества кода в репозитории. Это не волшебная пилюля, но тем не менее определенную пользу она приносит. Мы двигаемся в сторону того, что как можно больше в своих разработках использовать строгую типизацию, как вы знаете, вообще несвойственную PHP, и как можно более раннее обнаружение ошибок, чтобы не в рантайме на боевом портале клиента, а как можно раньше у себя увидеть на тестах, что эта проблема происходит. Тесты, автоматизация, тестирование. Ну и вот волшебный пункт номер пять. Мы его гордо назвали IntervalGent Light Platform. Make Enterprise Go It Again. Это наши собственные инструменты, чтобы сделать судьбу разработчика проще. Дальше, пожалуйста. С платформой. Мы считаем, что необходимо при написании собственного кода работать и заниматься перехватом транзакций, транзакций базы данных на своем уровне, чтобы иметь возможность произвести откат. Дальше, пожалуйста. Что можно делать с разницей окружений? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, мы видим, что необходимо и мы разрабатываем это собственный набор утилит, которые мы называем EW-Util, EW-Socращение от IntervalGa, утилиты по бэкапированию, по созданию новых окружений, по синхронизации окружения. У нас есть собственная технология по миграции. Мы активно развиваем эти функции. Классический пример. Наверняка все, кто работают с коробкой, знают об этой проблеме. Коробочная версия Bitrix24 с телефонными звонками, с кучей статики, с файлами, активно используемые. Три десятка менеджеров работают. Он легко может занимать несколько сотен гигабайт или терабайт, или два, или четыре. И стандартная технология скачивания бэкапов даже без оплода, даже без оплода, она практически неработоспособна. Поэтому, особенно для нужд-разработки, мы применяем функцию создания копий части баз данных, например, только настройки и только бизнес-процессы, которые по-прежнему мигрировать штатным мигратором тесновато. И вторая большая тема, это постепенный переход в понятие континеризации. Это будет докер, который я только что поругал, но наша цель, чтобы код битрикса и все наши кастомизации, все наши доработки и окружение были одним артефактом с меньшим количеством точек отказа. Тут большая поляна с проблемами. Вы знаете, что докер чисто технологически это должен быть стейклесс приложение, которое не сохраняет свое состояние при изменении базы данных, поэтому базу понятное дело придется выносить, чтобы следовать этой логике. Мы работаем над этим, мы считаем, что в целом это шаг в правильную сторону. Василий, дальше, пожалуйста. Про компоненты, да, и я уже упомянул, что мы занимаемся развитием набора инструментов, которые мы внутренне называем Intervolve Interplay платформы, для того, чтобы писать на ней решение другого порядка, другого уровня. Вот это все еще план, давайте посмотрим на план. Это те вещи, которые мы хотим выпустить для платформы, частично они готовы, вы видите здесь и типа безопасные коллекции, управление транзакциями, и я упомянул уже консольную утилиту, и поддержка зависимости, валидация, поддержка для внешних интеграций механизмов, шаринга компонентов, и так далее, и так далее, и так далее. Мы считаем, что на пути вот в эту сторону, в превращении Bittrex24 в корпоративный софт со всеми вытекающими последствиями, нужно подходить к этому, к этой разработке вообще по-взрослому, и сделать очень многое того, что мы ждем от вендора, ну, частично сделать самостоятельно. Я вот очень приветствую в связи с этим, то, что Вадим и Игим сейчас сказали о том, что будет фреймворк, и возможно он будет открытый, и возможно в нем читается, чтобы он был открыт для коммитов со стороны сообщества, может быть какой-то там особый уровень партнерства, там, Bittrex framework, commit partner, что-нибудь такое. Шучу немножко, конечно. Пошли дальше. И в итоге, в итоге я хотел бы подвести к двум выводам, один очевидный, а второй немножко парадоксальный. мы поддерживаем многие проекты годами, огромное количество проектов мы поддерживаем после других партнеров, есть проекты, где мы работаем одновременно с другими партнерами, поэтому очень важно решать задачи на высоком профессиональном уровне, чтобы не было больно, стыдно и вообще неправильно. Но при этом, вот сейчас я буду немножко сам себе противоречить, ребята, коробка, штука очень мощная и очень опасная. И, пожалуй, мы считаем правильным, чтобы как можно дольше воздерживаться от того, чтобы выходить в коробку. Работаем через REST-подключение, работаем через внешние приложения, можно работать. Вот мы сами, как компания интерволга, мы до сих пор работаем в облачной редакции IBIX24 и принципиально все свои собственные задачи решаем приложениями. Мы бы себе, конечно, написали все, что угодно, но мы сделали интеграцию отпусков с ZOOP, двусторонний обмен актами с 1С, у нас несколько видов кастомных сущностей внутри, естественно, у нас все обвешено бизнес-процессами, у нас учет времени реализован через внешние приложения Google Doc'а и через приложение второго типа, которое все это автоматизирует. Ребята, в облаке жить можно, поэтому спасибо, что платформа сбивает, а спасибо за возможность пилить коробку, но последнее время мы считаем и очень часто советуем клиентам оставаться в облаке как можно дольше и необходимые вещи писать рядом с кодом вендора, не вместо, не кастомизации, хотя технологий много, а именно рядом. Вот один из ключевых наших продуктов, я про него еще буду во второй о своей презентации говорить, мы, написав его много лет назад для коробки, мы сейчас понимаем, что пришло время переписать его для облака и для массовости, и для качества, и для поддерживаемости, и мы будем это делать. Поэтому мой ответ таков, мы умеем делать очень много коробочной версии, но считаем, что мы не боимся, что наш код увидят другие люди, мы с удовольствием читаем чужой код, но здесь нужно сохранять чувство меры. Не знаю, поддержит ли меня Василий, готов ответить на вопросы. Спасибо. Можно уже вступать тебе. Здесь единственный вопрос, не то, что вопрос, а такая заметка от партнеров в чатике. Я думаю, что мы на нее ответим сами. Максим спрашивает, любые изменения в ведре влекут за собой невозможность обновиться без дальнейшей правки и корректировки работоспособности коробки. Да, Максим, это действительно так. Но возможно, Стёк ты что-то добавишь. Конечно. Ребята, это на самом деле креугольный вопрос, и это мой любимый вопрос. Я обожаю отвечать на него клиент. Давай. Если вы правите ядро вандартным способом, а именно пошли и поправили ядро, или вы скопировали компонент себе в локал, или вы скопировали шаблон себе в локал, то де-факто, учитывая, как устроен Btrick24, конечно, вы лишаете клиента возможности обновляться. И это неправильно. Но давайте вспомним, что вообще-то Btrick24 не отрабатывался для того, чтобы партнеры типа нас с вами его тут кастомизировали в хвост к гриву. И одна другая платформа такого вообще не предполагает. Поэтому вот я упомянул в самом начале наш подход, он называется Intervolga Injections, широко известный в узких кругах модуль и подход, который заключается в том, что мы перехватываем автозагрузчик класса Btrick24 и без оправки ядра, ну формально говоря, без оправки ядра мы занимаемся тем, что он может перехватить почти любую JS-овскую, почти любую PHP-шную функцию. Ну и, например, вот входим на оправку, мы кнопки в задачах делаем некоторых фигуретового цвета. Вот нам нужны в наших задачах, я сейчас немножко фантазирую, понимаете, делаем не в кнопках. Но за счет этой технологии, которую мы в совершенстве владели сами и шарим ее, в общем, тем, кто может ей пользоваться, мы можем очень широко менять поведение платформы без того, чтобы лишать клиента обновлений. И наши клиенты и корпоративные, и коробочные, и госкомпании, крупные строительные ребята, они все продолжают обновляться. До тех пор, пока битрик серьезно не поменяет естку. То есть, конечно, если это джессовские функции, то они связаны с есткой. Вот, поэтому, да, но нет. Окей. Степ, еще вопрос конкретно к тебе. Два вопроса. Значит, от Андрея. Смотри, будет ли интерволга делиться когда-нибудь своими наработками открыто? Это первый вопрос. И второй вопрос. Проходил ли их monkey patching SPL Outload в вендорском контроле? То есть, расскажи, каково его влияние на нагрузку? Второй вопрос более простой в ответе. Мы просто... Ну, ребята, давайте поговорим как разобраться с разработчиками. Вы все знаете, что такое перехват событий. В любом фреймворке, не знаю, в процессоре есть такая штука перехват прерывания и перехват процесса. Мы просто перехватываем системные обработчики и в нужное место вставляем свои. Никакой доп. нагрузки за этим нет. Поэтому эта технология кастомизации ничем не хуже всех остальных стандартных. И вендор ни разу нас не ругался за этот подход. Я года два назад разговаривал с Тушинским, рассказал ему, он нахмурился, сказал, ну, прикольно. И был разговор, я сейчас не помню, кто на этом в нем участвовал, сказали, а может быть, нам тоже такое сделать. Ну, без осторожности, да, у нас очень вменяемый в этом смысле вендор, не стали внедрять прямо нашу технологию, о чем-то думают, может, когда-нибудь внедрят. Поэтому прямой проверки не было, но я уверяю вас, что источниками проблем в проекте, нагрузочных проблем, эта штука не будет. Возможно, она будет источником сдругленной отладки, но многие люди и в поддержке Битрикса и другие партнеры имели дело с этой библиотекой и особо никто не ругался. По поводу открытого, открыто, открыто поделиться нашими разработками. Вот точно, как Вадим сказал, а будет ли фреймворк бесплатно, Битрикс, фреймворк 3.0? И да, и нет. С одной стороны, мы бы хотели, чтобы кто-то, кроме нас, занимался развитием платформы. И мы видим тут десятки человек лет работы, если серьезно, и мы сами, понятное дело, это будем делать очень долго. С другой стороны, мы пока не очень понимаем, как это может выглядеть. Поэтому, с одной стороны, мы не выкладываем код в публичный доступ, потому что наше конкурентное преимущество, мы с помощью него делаем хорошо проекты, и продаем нашим заказчикам нашу компетенцию. С другой стороны, мы не привязываем клиентов к себе, и есть клиенты их, я бы сказал, уже несколько десятков, которые с нашими модулями, с нашими разработками ушли и продолжают ими пользоваться. Мы регистрируем авторские права на свои разработки, но не на фреймворк. На некоторые специфические решения, которые мы продукты выпускаем, мы регистрируем права. на фреймворк нет, будет ли он публичным, но когда он будет достаточно, я сейчас имею в виду, наша версия фреймворка, достаточно приличным, тогда он будет, наверное, публичным. Или когда мы найдем единомышленников, которые скажут, ребята, вот наши сеньоры, разработчики, много, давайте вместе пилить это огромное бревно. А можно с Питриксом договоримся. Вот так я отвечу. Да, Степ, окей, спасибо. Здесь еще один вопрос тебе. Почему интерволга не выпускает маркет-модули вроде Яндекс.Такси для бус? Давай, еще один тебе такой последний вопрос. Которые были разработаны для клиентов, судя по твоему блогу, Степ, читают. Вы читают. То есть, маркет утверждается в таких вещах. Сейчас скажу, это очень хороший вопрос. Мы запланировали в апреле выпуск этого модуля и даже почти собрались его выпускать, но тут на беду нам попался Юр Волошин, который сказал, погодите, не надо, мы вот сейчас выпустим сами. Мы поверили Юре. Я не знаю, появилось ли это в платформе, по-моему, нет. Но разговор такой был. Нет, это серьезно, ребят, но мы коммерческая организация, мы выпускаем то, на чем можно заработать денег. Мы и так делаем очень много выстрелов по кустам, которые не приносят денег. И вот этот модуль доставки я не очень верю в его монетизируемость. Давайте вот, если после презентации я получу три письма со словами «мы готовы купить, выпустить», я всерьез поставлю это в блог, но я не получу этих трех письм. Слушай, есть же твой блог, ты можешь сделать, я смотрю, читаю, ты видишь, читаю. То есть, окей, пусть напишут тебе там комментарии, коллеги. А мы там тоже собираем и посещал, и комментарии. Если бы там было три комментарии с криками, срочно выпускаем, мы покупаем. так что да. Окей, Степ, большое тебе спасибо, я думаю, ты будешь с нами еще на связи, у тебя сегодня, между прочим, еще на доклад. Сейчас подключаем Василия, я думаю, Степ, ты хочешь добавить потом по ходу, когда будет Василий выступать, скажи нам мои книги, мы тебя включим. Василий, слышно? Как здорово. Я замолкаю. Можно? Возвращаюсь к презентации. Значит, Степан, большое спасибо за доклад. На самом деле, мы где-то будем пересекаться, но, а то она и коробка, что, в принципе, она одна, и стандарты, скажем так, определенные по работе с ней, они одни. Но до тех пор, пока мы приступили к доработке, я бы хотел сконцентрироваться на очень важной, с моей точки зрения, части, это управление требованием. Я считаю, что мы здесь готовы делиться опытом, надеюсь, он будет кому-то здесь полезен. Но для начала мы рассмотрим, в принципе, виды информации и влияние на требования. Для начала хотел бы просто обратить внимание на то, что требования у нас и бывают разного уровня. Бывают бизнес-требования, то есть, это какие-то собственно требования со стороны бизнеса, то есть, со стороны каких-то достижений, каких-то, может быть, цифр и так далее. Это требование пользовательского уровня, то есть, что должен видеть пользователь, с чем ему работать в системе. Требования функционального уровня, то есть, да, которые описывают то, как именно будет работать система. А также есть еще целое облако различной информации, как то бизнес-правила, то есть, это какие-то регламенты, стандарты компании, атрибуты качества, то есть, это какие-то требования к продукту на уровне как он должен выглядеть, как он должен работать. Это некие внешние интерфейсы, подключаемые по API или каким-то образом еще взаимодействующие внешние системы. Это системные требования, в конце концов, которые описывают требования к системе на техническом уровне. И в конце это ограничения, которые мы имеем в связи с теми другими факторами. Вообще, то, что я сейчас рассказал, показал некую схемку, некую модель, которую иллюстрирует, скажем так, разные уровни требований. Я не придумал с потолка, взял ее из книжки Карла Виггерса, которая называется в оригинале Software Requirements и на русский переведена немножко, на мой взгляд, занудно, но тем не менее, она прям является Библией в вопросе работы и управления требований. Эта книжечка является частью, так сказать, корпоративной библиотеки Microsoft, да, и вот я считаю, что это лучшие практики, которые мы можем использовать в работе из Bitrix 24. Вот на следующем слайде я сейчас показываю разбивку требований на уровне в определенном взятом проекте. Вот здесь мы смотрим, допустим, предположим, что пришел к нам бизнес и говорит, вот у нас есть некая тикет систем, какая-то helpdesk, и нам нужно, во-первых, снизить время на закрытие, да, нам нужно повысить удлицоверенность работы в службе поддержки и дать возможность приоритизации задач, вот это вот требование на уровне бизнеса. Дальше, погружаемся на пользовательский. Мы понимаем, что вот сотрудник поддержки, он работает с какой-то очередью тикетов, да, то есть у него есть определенная очередь, последовательность тех тикетов, которые ему поступают. у нас есть требования, чтобы постановщик видел номер тикета в этой общей очереди, и у нас есть требования уже от руководителя отдела, где уместить этот тикет в начало очереди. Это уже уровень пользователя, уровень, здесь мы разбили немножко паралян, то есть, опять же, модель, она с одной стороны достаточно версальна, а с другой стороны в реальности у нас все вообще по-другому. Функциональное требование это уже те детали, которые мы в итоге берем в основу проекта. Возвращаясь к схеме модели, я бы тут задал, конечно, вопрос, но мы не можем коммуницировать в реал-тайме. Вопрос о том, а где вообще здесь в этой модели является задача разработчику? Она еще ниже является, то есть, фактически задача должна описывать очень кратко и бизнес требования, чуть подробнее пользовательские, в полной мере функциональные, те ограничения, которые есть, то есть, вот эта спецификация требований, которая составляется, является каким-то документом, сборным и так далее, дальше уже декомпозируется, так или иначе строится архитектура решений, и вместе с архитектурой уже с какими-то нюансами реализации отправляются в рабочую, вот это вот все дело так выглядит в идеале, но у нас еще в идеале существует некий документ концепции гранит, который описывает именно бизнес-требования, есть некий документ, который описывает пользовательские, возможно, какие-то еще к этому делу прилагаются прототипы и так далее. А теперь как у нас это все как должно быть мы, как это мы делаем в проектах, а как вот это все выглядит на рынке. Периодически мы контактируем так или иначе с разными проектами и в конце концов у нас есть богатый опыт. В итоге клиент приходит к нам с неким хаосом, у него эти требования как каша в этом горшочке перемешалась. Перемешались эти требования, он нам какие-то вещи осознавая выкатил, какие-то не осознает, не выкатил. Что мы можем в худшем случае сделать? Мы можем дать это все дело на оценку. Мы это все дело оцениваем, говорим, это будет стоить нацать тысяч рублей, клиент говорит, что так дорого, давайте дешевле. Мы думаем, ну блин, фиг с ним, давайте дешевле, делаем дешевле и получаем в результате вот такой вот продукт. Часто мы приходим в разные проекты, где мы не первые и видим абсолютно разную историю и не всегда хорошую. Значит, что делать, чтобы избежать такого результата? Ну, во-первых, стоит помнить правило золотой середины. Вот я его здесь немножко перефразировал, изобразил в виде нескольких облачков. Если мы будем балансировать между полезно, быстро и качественно, полезно, я имею в виду с точки зрения бизнеса, в первую очередь, да, а качественно, я имею в виду с точки зрения именно технической реализации, потому что тут аспектов качества может быть достаточно много. Понятно, что истина находится посередине, но вот кружочком меня здесь обвел, наверное, приближенную к реальности область, то есть в реальности для быстрой проверки гипотез, мы очень часто выезжаем, скажем так, из облачка качества немножко на сторону, да, но тем не менее, если мы говорим, что мы проверили гипотезу, что мы должны сделать? Мы должны провести какой-то рефакторинг, все это дело стабилизировать и вернуться, так сказать, к тому формату, который мы сможем поддерживать, да, вот дальше я перейду именно к разделу управлениями требованиями, да, и первое, что мы здесь имеем в виду, это мы делаем продукт, с которым мы сможем работать завтра, то есть нам нужно будет его поддерживать и развивать, и чтобы нам не превращать все это дело в снежный фон, который несется сверху вниз и превращается в итоге в лавину, мы все это дело контролируем, дальше мы управляя требованиями оставляем только то, что приносит пользу, если мы видим, что бизнес хочет что-то, что, например, не улучшает его продукт, а мы погружаемся на уровень именно продукта, да, мы смотрим, что в итоге получит клиент, мы всегда говорим ему, давай мы это делать не будем, если он настаивает, то, окей, есть хороший лайфхак, украсть X2, X3, как вы посчитаете нужным, вопрос в том, что если вы изначально говорите клиенту, ребята, вот мы ориентированы на то, чтобы ваш бизнес получал пользу, и будем вас защищать от ваших же безумных идей, которые вам принесут вред, вы там, я не знаю, вы просто потратите и выбросите деньги, вы начнете экономить их деньги, и они на самом деле скажут вам за это спасибо, но за это скажут спасибо не только они, а еще и ваша команда, потому что получится, если вы будете понимать продукцию, будете идти миграционно от начала к реализации и все это дело будет развиваться, не превращаться в какие-то противоречия, где одно требование противоречит другому, и команда уже спустя какое-то время готова поубивать всех вокруг, я думал, что гармонии в целом во взаимодействии с заказчиком и у вас внутри явно будет больше, поэтому мы работаем и получаем удовольствие, вот опять же, когда команда делает то, что приносит ей удовольствие, продукт получается интересным, продукт получается с душой и он реально работает, он реально работает для бизнеса, ну и последний пункт, который я бы здесь вообще отдельно отметил, золотое правило, неуверен отрежь, вот постоянно в каких-то итерациях возникают новые хотелки, аппетиты растут во время еды и опять же, если вы не понимаете, как это сделать, не понимаете, какую пользу это принесет, имеет смысл его просто подвинуть куда-то в дальний ящик и сделать проект в том понимании, как вы его видите, оптимальным и уже все остальное разгребать по мере, так сказать, наличия дополнительного времени. Вот тут отдельно бы остановиться на аспекте качества и тут как бы есть первый факт, да, код, который вы пишете, он действительно будет прочтен с вероятностью 99%. у нас есть очень много историй, когда мы приходим в проект, который делали не мы, и видим там, например, такие комменты, туда здесь все переписать, здесь как бы говнокод, здесь на костылях, потом все это дело как бы подписывается кем-то, коммитится, и ну вот не очень прикольная штука получается, когда вы работаете с таким кодом, да, как бы понятное дело, как бы выводы делаете, но вас будут читать, вас будут читать коллеги, вас будут читать клиенты, клиенты повышают грамотность, в конце концов они нанимают людей, они забирают проект себе, дальше его развивают, и ну такие пасхалочки, они как бы не очень хорошо пахнут. Второй момент, да, как бы опять вернемся к тому, что такого надо поддерживать, ну тут такая история, недавно разговаривал с пареньком на собеседование, и на опрос, о чем он вообще думает насчет ООП, он говорит, да, слышал, но вот пока использовать не приходилось, я как бы удивленно спрашиваю, а что, почему, он говорит, да нормально, вот пишу лапшу, процедурка, все классно, вот, это самое, не знаю пока зачем это, затем вообще, чтобы, если у вас проект большой, в лапше, я не знаю, как бы индусский код не самое лучшее, с чем приходится работать, поэтому вам же масштабирование проекта это обернется, но относительно деплоя, да, как бы тут Степан говорил про миграции, про вообще, как бы про целую систему, и про то, что у него все это пока как бы он не в открытом доступе, он немножко иначе поступаем, мы форкнули один репозиторий ребят, земноградцев, наших земляков, форкнули лишь потому, что ребята больше не поддерживают, они ушли с битрикса, и ну вот человек просто снял с поддержки этот проект, поэтому миграции это вообще штука абсолютно необходима, и здесь ссылочка, пользуйтесь, смотрите, пишите, задавайте вопросы, давайте вместе эту тему выведем на достойный уровень. Автотесты, отдельная штука, тут вопрос, нужна ли она в каждом проекте, ну если проект большой, вы пишете командой, опять же, как бы это все поддерживается, и не дай бог, это еще ваш публичный продукт, то конечно не нужно, есть там какая-то разовая работа, которую вы сделали и забыли, но я думаю здесь тоже все понятно, как бы можно даже не продолжать. Следующий раздел вообще интересный, я вот постарался подготовить, скажем так, топ-7 наших основных запросов на кастомизацию, которые мы получили, выполняем, и топ-1 здесь однозначная интеграция коробки B324 с чем-то, я назвал здесь черным ящиком, это может быть какая-то учетная система, ERP, 1S, SAP, Oracle, все что угодно вообще, то есть некая третья система, которую используют заказчики. На самом деле все здесь очень просто, и фактически существует тресновных вопросов, которые имеет смысл задавать на старте. что мы передаем, какая система у нас является мастером, то есть откуда и куда мы это дело передаем, и как мы передаем, то есть это, ну, если есть какой-то стандарт, окей, как бы разобраться, если нет, то может быть сделать свою оберку для Реста в Битриксе, или там, например, как-то переговорить с представителями третьей стороны, потому что, как правило, это будете не вы, ибо там технологии разобраться будет очень сложно. Обязательно уточнить что-то на регулярной основе, это там событийная модель, или это там каким-то образом на агентах у вас будет раскок времени выполняться. Подумать о данных и, собственно, спроектировать всю эту историю. Ну, собственно, здесь так или иначе эту задачу, наверное, решали многие из вас, следующая задача это кастомные права. Кастомные права, ну, как правило, на сущности в Сюре, это когда одна роль видит одни поля, другая роль видит другие поля, все это дело каким-то образом разделяется. Ну, во-первых, я видел разные попытки решить эту задачу, некоторые пытаются сделать это на уровне ЦСС, но нет, это вообще не оно, это, так сказать, должно быть уголовно наказуемо. А вообще, вот тут интерволга не так давно приводила вебинар, у них есть на самом деле продукт, Степан сегодня не упоминал его, но лучше прийти к ним и получить готовое. Они его отдадут за деньги, его можно, в принципе, даже, наверное, будет доработать, если надо, но там все просто. Но если вдруг вы будете делать сами, это однозначно должно обрабатываться на уровне событий, то есть никакой кастомизации, я залез в бедро и где-то там что-то поправил в консерватории, этого быть не должно. Что у нас еще кастомного бывает? Отчеты. здесь тоже каждый, наверное, не второй, так первый проект имеет такой запрос. И что здесь? Ну, здесь есть несколько подходов. Первое, мы делаем под каждый запрос какой-то крокодный отчет. Делаем отдельную страничку, собираем там, делаем фильтры. Это все очень скучно и 100%, если вы так делаете, ваша команда уже вас ненавидит. Конструктор, который есть в Битриксе, ну, такая штука на любителя, конечно, но практика показала, что если немножко закопаться, она вполне себе реализуемая. Вот, я точно знаю, что у нас в команде ребята работают и надеюсь, что мы еще где-нибудь публично про это расскажем. Но есть абсолютно универсальный, мне кажется, интересный способ, где фактически зерокод способ, где мы подключаем внешнюю BI-систему, которая, как правило, крупного клиента да есть, напрямую к B324. Вы делать все, что от вас нужно, это маппинг данных, подключить BI-ку напрямую к BD-шке и настроить необходимые данные, рассказать клиенту, где, что и как хранится в битрисе. конечно, придется разобраться, там не все очевидно, но тем не менее, здесь мы работаем только с чтением данных, никакой записи здесь нет, и это, мне кажется, прям очень хорошая штука, которая является универсальной. Да, конечно, с BI-кой нужно поработать, клиент должен уметь с ней работать, нужно будет собирать кастомные отчетики, все это дело считать, сводить, но тем не менее, это интересно. Что еще кастомного есть у нас в запросах? Кастомные поля. Ну, тут на самом деле я бы сказал, что вообще не новая задача, есть, по-моему, уже тысяча мануалов, как это сделать, и в принципе я бы считал это уже некой матчастью, да, то есть это уже сто лет так работает в коробке, в принципе, с не такого недавнего, но уже какое-то время работает в облаке, это все реально реализуется. Что я имею в виду? Да, вот у нас есть отдельный тип полей, то есть есть там это не строка, не число, а, например, там какой-то интерфейсик, который вы хотите показать клиенту. вполне реализуемо, работает у нас на многих проектах, никакого хардкода здесь нету, все как бы модернизируется гладко и красиво. Дальше, тема брендирования, когда клиент приходит и говорит, вот хочу как бы вообще свой шаблончик, где-то красивый, но у нас здесь есть какие-то свои брендбуки, давайте мы сделаем в красном и черном. Здесь тоже есть несколько путей, ну, наверное, разберем их, путь мудро, вообще, как бы, отказаться от этой истории, потому что, ну, просто потому, что, как бы, в Bittrex есть продукт, интерфейсы Bittrex есть частью продукта, и модернизируя, там, какой-то внешний вид, можно ненароком что-нибудь сломать. Если клиент готов сломать мозги и адаптироваться к этому продукту, использовать как есть, мне кажется, это лучшая история. Если не готов, ну, тут, как бы, есть, собственно, еще вариант потратить несколько тысяч человеко-часов и сделать свой шаблон. Мы несколько раз предлагали, один раз даже почти сделали, но так в итоге мы туда идти не хотим. Даже если клиент готов платить, тут как бы история такая, что пилить шаблончики не очень-то вас развивает. Это раз, второе, прилетают обновления, и вам нужно этот шаблончик поддерживать, ну, тоже так себе история. Серединный путь, да, вот мы идем, меняем стили, и в итоге Bittrex остается Bittrex, мы раскрашиваем его в какие-то цвета брандвука, при этом это делаем поверх, то есть все, что как бы приходит с обновлениями у нас работает, там может где-то изредка надо что-то кастомизировать, ну, в том плане, чтобы поправить там вашу CSS, будем так говорить. Несколько крупных клиентов у нас пошли по такому пути и в целом довольны, это такой весьма энергоизберегающий путь, мы как-то даже хотели выпустить здесь решение для раскраски Bittrex в свой цвет, но не видим пока как его монетизировать, поэтому, ну, если интересно, напишите. Отдельная история, это когда клиент приходит и вот в том горшочке, который я показывал до этого с кашей, он показывает, он точнее приносит такое жесткое требование, хочу прям вот здесь вот какую-то кнопочку, вот прям вот здесь, а ты понимаешь, что вот там уже не кнопочки, там уже пиксель не воткнешь, потому что все поедет, развалится и так далее. Ну, частый, например, вот здесь пример, это когда хотят кастомизировать список товаров сделки, причем хотят туда вывести еще ну, два, три, четыре поля вот прям туда, вот там, где мы добавляем цену выбираем, МДС, если кто-то есть и так далее. Вот туда еще пять полей хотят. Ну, вот прям история так себе, битрикс не резиновый, да, как бы, и давайте, наверное, пожалеем пользователей, подумаем о них, даже если, как бы, бизнес нам за это платит, ну, ему еще как-то это дело надо внедрить, удобная вещь, она внедряется гораздо проще. Собственно, здесь решает приложение, мы делаем отдельный таб в той же сделке, мы там фактически делаем свою историю с полями, мы там добавляем свои товары, подтягиваем их из каталога, можем их обогатить как угодно, все это дело сохраняем, это работает в облаке, конечно же, в том числе, мы сделали очень много наверное уже таких кастомизаций, именно вот я бы не знал даже это кастомизация, это некое персональное такое приложение, которое не публикуется в стори, это фактически работает. Еще одна история, когда клиент приходит и говорит, вот мы тут только начинаем пользоваться, и вот что-то пользователи не тянут, то все, давайте мы спрячем все, кроме, например, задачи проекта. На самом деле история не такая плохая, я даже в некотором случае рекомендую, но вот если там пользователи совсем, так сказать, тяжко им дается освоение нового, консерваторы, будем говорить, им немножко перенастроить менюшечку левую и немножко их инструменты поднять выше других, оно даже полезно находит. поэтому тут как бы я бы подстраховал вас от неких ошибок. Бывало, приходили к нам порталы, где все прям спрятано конкретно, то есть не стоит прятать вообще все от всех, хотя бы админы должны понимать, что у них есть вообще в Гитрике 24, а в идеале там ну это должно быть просто настройкой меню сделано, ну бывает просто так, чтобы вообще убрали, но смотрите, если у нас мы прячем часть функциональности, власть меняется, приходит красная к власти, говорят, а теперь надо бы человек, который там уже скажем так находится в туннеле, он видит только свет в конце, он не видит всего, что вокруг него есть, он видит там задачи и проекты, не знает, что там есть например СРМ, он не может решить эту задачу внутри, это идет каким-то образом снаружи, начинает рассматривать другие варианты, битрикс перестает нравиться, вот прям чтобы совсем взять и спрятать навсегда, это наверное не лучшая история, если я этого не вижу, значит этого нет, вот фактически так работает, ну и наверное уже подходя к концу, я на самом деле очень хочу услышать ваши вопросы, основной вопрос, да, как бы коробка или облако, вот тут мы про коробку говорим, у Степана прозвучало в конце такой вот вывод, что может быть облако, что по этому поводу думаем мы, ну во-первых с облака проще начать, вообще взял, зарегистрировал, работаем, и здесь мы в полной мере согласны со Степаном, что чем дольше мы задержимся на облаке, тем нам же будет проще, надо будет думать про обновления, нам проще работать с требованиями, потому что мы имея некие ограничения, можем все, скажем так, в их объеме менеджерить, и если клиент готов к этой истории, вот тут, конечно, все зависит от клиента, мы не пропагандируем облако через насилие, если клиент хочет все внутри, ну что делать, как бы, да, окей, коробка, но если клиент рассматривает, то, конечно, мы 7 раз подумаем, и 7 раз, скорее всего, предложим облако там, где его можно предложить, ну, наверное, вот такая история, здесь спасибо, что вы были с нами, надеюсь, что вы слушали, и все было слышно, и, Олег, давай вопросы. Да, значит, вопрос, вот здесь сразу же вопрос, Василий, вообще, спасибо тебе за доклад, и я думаю, что Степана тоже можно подключать, да, в эфир, да, Степ, ты уже тоже здесь есть, саундчек делать не будем, вопрос сразу же вот здесь тебе такой, и Василий, и Степан, вот ваш, ваш опыт здесь, некто Люська говорит, что мы скрывали модули правами доступа в админ, для групп пользователей, но чаты и звонки не исчезали, вот у вас опыт какой, вот у вас конкретно, как вы убирали, как можно убрать, что порекомендуете? А мы модули в админке не скрывали, но мы вообще считаем, что в админке что-то скрывать, это моветон, потому что вот там, кто ходит в админку, им проще рассказать, чем скрыть, потому что эти люди меняются, там придут другие, придут другие, которые знают про битрикс, выстроить, что здесь этого нет, что вообще сделали с битриксом. Сейчас, Степан, подожди секундочку, мы тебя со звуком слышим. Да, ты вроде бы в эфире. Отлично, я теперь слышу себя нечто, как раз. Я говорю, что я не знаком с людьми, но могу сообщить, что если очень надо, то можно просто пойти и их написать в шаблоне. Все равно это такая правка, которая, если она будет перезатерта, при обновлении, многое будет с ним, покажите не дострадавшего. Но я с Василием согласен полностью. Не надо такой группой хирургии заниматься ножевых партнеров. Окей, вопрос дальше вам, вопросы вам. Можно ли использовать совместно плюсы битрикс24 и коробки? Здесь, видимо, идет речь о облаке и коробке. То есть, есть ли какие-то best practices с вашей стороны? Поделитесь. Василий, ты понял вопрос? Я, естественно, нет. А вот можно как-то пояснить? Может быть, речь идет о приватных облаках? У нас было несколько запросов. Мы считали пару раз бюджет для очень хороших клиентов вместе с битриксом. Но это стоило каких-то довольно существенных денег. И люди выбирали-выбирали, по-моему, не выбрали. Аналогичная история. То есть, у нас были такие запросы, и бюджеты там прям кусаются. Ну, там клиент был очень большой. То есть, вопрос был скорее биологический. А достаточно ли аргументов? Нет, в целом, еще раз, ребят, если вот короткий ответ, если в компании зрелая, развитая культура девопса системного администрирования, ну, без проблем, люди получают стабильно работающую коробочную версию, обновляют ее, не пускают сюда людей в грязных сапогах, и все работает. Вот вам преимущество облака и коробки. просто надо, чтобы у админа был и топор, и мозги. Иногда у них только что-то одно. Вот здесь еще раз спрашивают, Максим, есть ли возможность и как, может быть, тоже что-то вы порекомендуете с вашего опыта, там, скрывать, перехватывать, через перехваты скрывать номера клиентов от сотрудников? Это к вопросу о правах доступа к полям СРМ. Я благодарю Василия за то, что он уже сделал нам рекламу. Каждый партнер, у которого работал сотрудник, который скрывал что-то через дисплей NAN, знает, как же это потом бывает больно. Нет, если серьезно, то, конечно, надо это делать не перехватом, а вот используем достаточно развитые решения по настройке права доступа от роли сотрудников к тем или иным полям. У нас такое решение и есть. Не хотите писать, приходите к нам, напишите мне письмо, мы его продемонстрируем. У нас на сайте по подписке эта штука продается. Стоит, не помню, сколько, но недорого. И вот еще, ребят, вам здесь деловое предложение в чате от Андрея. Коллеги, да, коллеги, как вы подходите к вопросу есть коробка, хотим синхрон с двумя-тремя облаками, нифига себе. Беретесь, какой бюджет, какие-то наработки уже есть. Что скажете? Возможно ли с вашей стороны? Против лома нет приема, а если нет другого лома, давайте просто выпишем API, Толкин, подключимся и синхронизируем. Ну, честно, выглядит как довольно странная, но вполне решаемая задача подтягивания данных из B324, как из любой другой системы, в коробку можно что-то тянуть. Собственно, вопрос непонятен. Ну, да, то есть, как удача программиста, да, давайте запрограммируем это. Я к тому, что к вам можно будет обращаться, да, с подобными вопросами, с синхронизацией, можно, это уже дальше вопрос техники. Да, тут на входе самое главное странности, так сказать, минимизировать, так как любая странная задача, она несет в себе априори очень много рисков. Наша задача, как, так сказать, людей, кто будет с этим работать, риски снижать. А снижаем, мы их рядом почасовой оплате. Ладно, давайте последний вопрос, еще раз, еще последний вопрос вам. Есть ли у вас практика использования физабилити перед началом проекта, либо, ну, вообще продажа проекта? Папа, ты сейчас с кем разговаривал? Значит, у вас такого опыта нет, вот вам и ответ, Сергей. на самом деле, я боюсь, что есть. Вопрос в том, что нас решили, так сказать, удивить какими-то терминами. Я так понимаю, что здесь имеется в виду некая визуализация или прохотипирование до того, как выходить в какую-то разработку. да, ну, как бы, нормальная история. Мы, например, очень много делаем своих масс-маркет продуктов, какие-то из них мы вообще на уровне прототипа проверяем. То есть, этот прототип даже может быть не рабочий, но он там кликабельный, мы его показываем определенной аудитории, смотрим на реакцию. Это называется исследование, да, то есть, дальше мы можем сделать вертикальный прототип, то есть, когда у нас еще нет, это другой метод, это не то же самое, это просто так тоже работает, да, что такое вертикальный прототип. Это тогда, когда норма лица выглядит совсем простенько, но реализована какая-то функциональность. Часто, как бы, такая штука у нас используется в аттракционной разработке, когда мы достаточно быстро выкатываем реально рабочее решение. это позволяет проверить реальную гипотину, не просто как человек будет взаимодействовать с интерфейсом. Это на самом деле мало кому интересно. Реально интересно бизнесу, а вот дадим им какой-нибудь простенький инструмент, он вообще решит задачу или нет. И вот здесь уже вертикальное прототипирование, там, где мы не паримся над интерфейсами, но делаем основную функцию, оно работает прекрасно, вот оно позволяет просто и быстро собрать на коленке по принципу херак-херак известно куда, а потом что-то дело от рефактори. Окей, Степан, Василий, Степан, большое вам спасибо за ваш доклад, я думаю, что мы будем уже завершать. Коллеги, у нас сейчас будет небольшой перерыв, 15 минут, надо попить кофе, перевести дух, и я приглашаю вас потом сразу же на следующий доклад, интересный, это будет дебют наших коллег по безопасности, наших хакеров, они расскажут про безопасность веб-приложений уязвимости и защит, они расскажут прям реально сколько, в том числе, сколько стоила та или иная ошибка тому или иному конкретному проекту, дадут кучу рекомендаций, вы можете их поспрашивать там по вопросам безопасности, как вам какую-то безопасность обеспечить на вашем проекте, какие ошибки самые простые, банальные, которых можно избежать. Приходите, через 15 минут мы снова встретимся здесь, не отключайтесь.